Сейчас я вам расскажу, как бы, краткий обзор сделаю и расскажу, как бы, в основном, о двух наиболее интересных проектах мне, в частности, всего, что касается с этим телефоном. Ну, во-первых, вот тут вот прописаны, ну, какие-то, железные характеристики, вот, ну, железа 200, у него там порядка 300 ДПИ, вот, ну, это, скажем так, достаточно серьезно, это фактически, фактически то, что у вас там есть, ну, не бумажного качества, но уже достаточно близко, если вы хотите что-то рендерить. То есть, в принципе, видно, что он достаточно перепичкан, то есть, в нем очень-очень-очень много чего, что вам потенциально не надо, вот, и, честно говоря, изначально это был телефон, который, как бы, изначально разрабатывался как девелоперская платформа для программистов, которые будут писать что-то под мобильные телефоны. Там даже в компании OpenMock долго-долго они спорили о тем, вообще, выпускать его с софтом или просто с прошивкой, на которой видно, что кернил, в принципе, бутится. Вот, то есть, в конце концов, они решили, что мы все-таки выпустим телефон, а не дев-платформа, там, как многие сейчас выпускают, The BigelBorg и так далее. Вот, просто они все-таки решили сделать, что маркетинговое начинание было, как именно, как телефон. Вот, там, как бы, что касается софта, да, сама железка очень открытая, и она сродни маленькому компьютеру с GSM-чипом. То есть, грубо говоря, долбуты, легкие изменения дистрибутивов, там, перекомпиляции и так далее, все это доступно вам просто, ну, зазорокосо. Вот, как средствия дистрибутивов и проектов наплодилось просто великое множество того, что поддерживает этот телефон. Ну, самыми, ну, скажем так, основными в данный момент разрабатываемыми, там, то, что было, скажем так, вверху списка, ну и, в принципе, ну, ладно, скажем так, они все достаточно активно разрабатываются. Вот, Paraly, это проект, который занималась сама компанией OpenMock, и сейчас там комьюнити продолжает фраймворк на Путоне. Вот, SHR, это чуть позже я остановлюсь. Tutor Extended, это тютопия. Вот, то есть, то, что классически мы могли видеть в гринфонах, и там, многие, возможно, видели на каких-то специальных железках. Вот, но даже эти товарищи все-таки в последних, там, разработках своих все-таки отошли от классического тюточного реализации самого GSM-а. Вот, перешли, как бы, ко всем. Debian Gen2, это из разряда, кто во что гораст, и кто во что любит, у кого какая религия. Вот, что касается андроида, тоже, как бы, удалось завести, но андроид, это, там, специфичная штука. Вот, Hackable 1, это один из тех проектов, которым занимаются Gnome Mobile Platform, там, наверное, кто-то на базы... Fintel, Pantel, Pantel, это тем, кто, ну, я, честно говоря, не смотрел, понятия не имею, ну, еще интересная штука, такая, как ММ, то есть, там, товарищи тоже этим занимаются, вот. То есть, иметь то, что мы запускаем на N8XN, как бы, займеть на телефоне. Почему, как бы, OpenMock, и почему, как бы, мне она интересна, почему она, возможно, будет интересна вам? Открытость железки проявляется, ну, в различных совершенно аспектах, вот, то есть, скажем так, железящей, там, будет интересно то, что на спеку открыты все железные хатварды, можно просто реально поучаствовать в разработке железа. То есть, можно открыть, посмотреть, сделать, посчитать все принципиальные схемы. Кому-то не нравится внешний вид, доступной схемы и так далее, дизайна всего, как бы, для корпуса и так далее. То есть, вы берете, редактируете, делаете что угодно из него, в общем, и начинаете продавать и зарабатывать деньги. Там, как бы, примером, такой компанией там была, которая выпустила на этом, на базе, как бы, NeoFreeRunner'а, GPS Navigator, такой, с очень advanced software, там, он, там, в Америке, runtime, обсчитывает текущий трафик от соседних машин и так далее. И, как бы, есть там аналогичный устройство, он, скажем так, стал достаточно популярным. Вот. Как бы, возможно, эти телефоны, это также будет, там, интересным товарищам, которые просто хотят очень много под него программировать. То есть? Хочу, там, написать что-то такое феерическое, что вот, не на одну текущую платформу просто не ложится. Там, пускай, там, iPhone или, там, красив, а там, мой телефон за 50 долларов, он работает, да, все равно, все-таки, мои желания, там, thing different. Вот, как бы, с точки зрения религиозности, это, наверное, наиболее лучшее решение, если вы хотите следовать, там, линии партии, open source, и, там, иметь максимально свободное железо, там, и, скажем, у вас такая религиозность, черт с ним, что, там, в нем какие-то глюки, а в нем реально хватает глюков, вот. И, в общем, специфичное железо. Вот, также, как бы, самое интересное, что на этом железке может заработать любой, любой гной Linux-приложение, которое у вас есть на десктопе. То есть, даже Asterix, там, OpenOffice, там, не знаю, кому что там еще может понадобиться из таких абстрактов, страшных вещей, в общем, но вполне все реально, и люди этим даже пользуются, и так далее. Вот, фактически, если говорить о Linux-ах на телефон, у нас есть некоторые альтернативы. Android, то, чем занимает Telema Foundation, как бы, не знаю. Вот, Майема, мне сказали, что, как бы, нет, в общем, здесь есть тренка, в общем, это, в том числе, и телефон. Вот, но, вот, ну, YouTube, как бы, это то, что был у них GreenPhone, и так далее, и Access Linux-платформа тоже чем-то занимался, там, можно было на прошлых LVE в виде дотации. Но тут есть беда. Вот, во-первых, Android, это не Linux, совершенно, вообще, не кап. Windows Mobile больше Linux, чем Android. То есть, они запускают там ЖВМ, они вам только совсем недавно дали C-шные библиотеки, с которыми непонятно, что делать, то есть, как бы, как доступаться. У них собственный глипси. В общем, программистов они заставляют писать только на собственном фреймворке, ничего, ему взамен этого не дойдут. Говорят, что, мол, вот, Android, он хотя бы там на Linux-керне, как бы, работает, а там открываешь Linux-кернел, а у них в Linux-кернел 6 огромных патчей. Свой memory management, свои дисковые, там еще какие-то, ну, просто серьезные системы, просто заменены собственными патчами. Там никто не занимается непропихиваемым upstream, ну, просто каким-то мерджингом с классическими алгоритмами, не заменой, не поиском какого-то компромиссного решения и так далее. Это просто от них 6 отдельных патчей, терпите, вот, и нашего с Linux-кернера, ну, в общем, в общем, грубо говоря, это не Linux, вот. Также есть вот проект Mimo Foundation, это то, что занимается, многие там видели Motorola и так далее, которые там на Razer'ах и так далее и тому подобное. Вот, там беда в том, что они закрыты, в общем. Вот, ну, у моего, как казалось, телефоны есть, а вот access'ов тоже там. В общем, так их никто пока и не увидел, и вот, насколько я помню, доклады прошлых лет, они бай-дизайн будут закрыты, то есть, написать какой-то софт будет, ну, каждый год говорят, что в этом году будет, если честно. То есть, вот, как бы, а тут, как бы, я хочу вам рассказать о двух, как бы, наиболее интересных проектах. Первый из них, это с тем, чем занимается компания OpenMock, касательно Hardwire. Вот, когда мы говорим вот об этом телефоне, мы должны различать два фактора. Ну, как бы, терминологию. Давайте различать железо и софт. Софт у этого телефона может быть абсолютно другой, там, абсолютно любые люди могут его, там, писать, там, ставить и так далее. То есть, если глючит софт, это глючит конкретно софт, это не глючит телефон. В общем, если это глючит телефон, то, простите, никаким софтом это не исправится. Вот, от дворных багов там тоже хватает. В общем, товарищи OpenMock'овцы, как бы, задумались над вопросом, вот, что мы хотим разрабатывать железо в целом комьюнити. Вот, и, как бы, оказалось, что настоящего OpenSource Hardwire, да, так вот, достаточно серьезного, простые вещи там есть, как бы, не существует. Либо у вас в лучшем случае открытые спеки. Ну, простите, это открытые спеки, а не железка полностью, там, к ее схеме и так далее. Вот. Если даже эти спеки, там, и железки открыты более-менее, как правило, все равно, вот, я нахожу там какую-то там открытую спецификацию, вот в мою компанию приходит железка, занимается разработкой на базе этой железки. В общем, просто, все равно конкретный процесс занимается одна компания. И вот, грубо говоря, компания OpenMock'а задумалась, ну, правда, уже там за три дня до своей смерти, вот, но, как бы, задумалась, а, как бы, что нам мешает разрабатывать OpenSource'ное железо, именно разрабатывать всем сообществом. В общем, мы, товарищи, как бы, когда задумывались, вот, начинали вспоминать историю, что толкнуло вообще развитие OpenSource, да, как бы, что спровоцировало то, что вот мы сейчас, как бы, рады тем, что у нас есть OpenSource, да, то, что мы многие там пишем, как бы, подправляем друг другу патч, и у нас все более-менее работает. Вот, то есть, грубо говоря, там, проект, когда начинался проект, ну, ой, вот, как бы, что там, как бы, в чем отличие, да, когда мы говорим о разработке софта OpenSource, да, у нас у всех есть компилятор, который у нас более-менее один, тот же ГЦЦ. То есть, мы все понимаем, что, вот, я напишу патч, я отправлю его другу, он ему будет в ГЦЦ. Какой ГЦЦ, ну, такой аналог, грубо говоря, в железках. То есть, что ты должен написать, чтобы ты спокойно был уверен, что человек, которым ты будешь сидеть в Америке, что ему вообще эта информация, которую ты сделал, вообще нужна. Вот. Вот, мы привыкли к тому, что у нас, как бы, используется система контроля версии, мы обмениваемся патчами, да, там, мы, там, как бы, разрабатываем софт. У нас есть понятие workflow, то есть, мы, там, то есть, когда все программисты с опытом понимают, что, там, вот, у нас есть, там, stable branch, нескольких тест-бранчев, вот, мы обмениваемся. Мы понимаем, что младший программист, грубо говоря, или какой-то, там, юзер, который написал патч, он отправит это более старшему человеку, да. То есть, а в железе? То есть, как это, ну, как это, вот, как это сделать в железе? То есть, в железных проектах? Да, потому что там нюансы совершенно другие. Вот, или там, как пример, в классическом пункт-сосе, как бы, давайте часто выпускать версию, чтобы все с нами общались, а с железками. Если ты будешь выпускать, ну, невозможно выпускать слишком часто в железке, все-таки их надо выпускать, ну, достаточно раза. Опять же, обмен патчей, то есть, в железках, там, это немножко по-другому, как бы, там, когда идет, там, обмен, как бы, информацией, там, когда идет варцом внутри компании, там, тестирование, там, инженера и так далее. В общем, есть какой-то устаканившийся механизм, вообще-то, в том, какой путь проделывает железка. А если этой железкой одновременно будут заниматься разработкой всем миром, вот, что тогда вообще? Какой там был варкфлоу, собственно, что делать? Вот, товарищи решили в плане эксперимента заняться разработкой, вот, на бале этого телефона заниматься просто мелкими улучшениями. Проект называется GTA02 Core, он стартанул где-то в апреле или в мае. В общем, товарищи, что решили? Потому что, вот, выложили все схемы и начали, значит, для себя решать. Вот, первое, что они решили, это то, что мы все будем пользоваться кикадом. Это, соответственно, для дизайна железок, в общем, которые там определенные преимущества, есть определенные недостатки, но они вот сфокусировались. Вот это будет наш ГЦЦ, это будет наш редактор. Вот, вообще, как бы, классический варкфлоу, который там, как бы, железки, он достаточно сложный, который там проходит, там, куча инстанций, грубо говоря, и так далее. Касательно, когда вы говорите, что пытаетесь что-то делать, это фактически не будет работать. Либо это просто, и тогда пользователи, пользователи, ну, пользователи, да, будут заниматься разработкой железа. Если это будет сложно, если надо будет, там, отправлять патч, а потом ждать три недели от Септа, без понятия, как он приняется, как он нет, вообще, кому он интересен или нет, это просто, ну, не покатит. То есть, должно быть, грубо говоря, фидбэк, активная разработка. То есть, варкфлоу, слишком, такой классический, он может оказаться слишком сложным. В общем, товарищи пытаются в рамках этого проекта настроить. Вообще, главная цель, главная цель, как бы, разработки в том, что давайте мы вот сейчас вот создадим вот все эти сообщества, мы берем и будем всех тренировать людей. Потому что, реально говоря, скорее всего, то, что они сейчас делают, никогда в жизни не увидят. То есть, это, скажем так, слишком просто, и сам телефон уже достаточно устаревший в плане железа. То есть, чтобы там выйти на рынок и заработать денег в 2010 году, он уже там слишком действительно устаревший. Но они решили, мы будем этим заниматься, вот, мы будем там настраивать, как бы, там людей и так далее. Грубо говоря, по текущим моментам народ говорит о том, что добавляется в среднем один девелопер в неделю. То есть, там в рассылке появляется в среднем один девелопер в неделю, железачный такой, и он, значит, начинает говорить, что вот я тут учился там где-то, в общем, я знаком с электроникой, вот, я, в общем, хочу вам помогать. Вот, смотрите, вот, давайте мы вам тут, вот это вот сюда поменяем, как бы, вот, и поправим там несколько багов и так далее. Вот, или там, давайте мы вот это вот так изменим, как бы, на нашей плате, от этого, скажем так, уменьшится сам размер, как бы, платы и так далее. Но вообще, как бы, ну, товарищи не занимаются полным реценом. В данный момент это только мелкие фиксы, для того, чтобы вот люди привыкли. Когда люди привыкнут, вот, тогда можно будет говорить о том, что люди готовы, вот, что, в принципе, все хорошо, и там, ну, несколько главных инженеров в компании OpenMog, там, хоть она и развалилась, все-таки, ну, телефонный проект, она дала очень много людям опыта именно вот open-source разработки, так или иначе. В общем, те товарищи говорят, что мы готовы попробовать, да, там, разрабатывать телефон, скажем так, с нуля, вот, полностью, скажем так, эти железки, спеки и так далее, вот, там, какие-то у него есть драфты уже у Вернера, вот, но он пока, скажем так, ждет, пока привыкнет это сообщество. Через некоторое время, если привыкнет, тогда уже будет начнется, именно активно может начаться активная разработка open-source телефонов. То есть, грубо говоря, в камнемейл-листе начнется обсуждение железок, то есть, начнется обсуждение, как бы, там, ну, размеров, там, как бы, платы, как бы, набирание компонентов, вот, и со временем, возможно, грубо говоря, какая-то фирма захочет это издать, вот, то есть, грубо говоря, вот, собственно, у нас есть спеки, смотрите, клевое железо, там, взяли себя, тестировали, заработали, там, денег и так далее, а комьюнити довольны в том плане, что поимела новую ревизию, как такого open-source телефона. И это, в принципе, касается не только телефонов. Очень много железок, скажем так, достаточно очень более сложных и так далее, вот, которых все-таки хочется разрабатывать и бить их очень открыт. Ну, грубо говоря, ну, слышали же, там, открытые видеокарты и так далее, все равно там всегда одна и та же проблема. Заканчивается на спеке, и заканчивается на тем, что куча людей все равно недовольны характеристиками этой видеокарты. Вот, ну, теперь давайте, как бы, ну, по железному проекту, да, вот, попытался там, вот, именно это хотел рассказать для того, чтобы, вот, вы поняли, что смерть компании OpenMock, и там, как желез, железячая компания, это, в принципе, ничего не значит, и, ну, так же обычно, грубо говоря, в компании OpenMock работало, кстати, 20 человек, максимум, за все это время, это не там, не какой-то там была огромная компания и так далее, это просто было 20 человек, включая инженеров, маркетинг и так далее. Вот, но у них, как бы, что-то получилось, там, с грустными некоторыми решениями, но получилось. Вот. Касательно второй, как бы, проект, который, наверное, наиболее интересен, как бы, в проекте OpenMock, в общем, это то, что, то, чем они занимаются в плане разработки софта для телефонов, вот, точнее, не софта, а именно фреймворк, грубо говоря, библиотеки или там набора библиотек, которые позволят вам или любому там другому компанию, программисту и так далее, имея этот набор библиотек, минимальными изменениями добиться того, чтобы у него там появился новый навороченный UI, то есть, чтобы ему, как бы, была, ну, независимость на различных уровнях, как на уровне протокола, то есть, у него там появляется новый телефон, там, по-быстрению ему пишут два-три класса о том, что вот, узнает он от этой команды, что он пишет о перинициализации модема, в общем, по-новому начинает работать GSM-модемов, и у него, кстати, сразу поднимается весь стэк, то есть, это, ну, сам демон, как бы, который он слегка поправил, понимаете, поднимается какой-то уровень middleware, когда там уже там обработка с синком идет, там, склевывание смс-а, как бы, многое, точно, опирается в телефонах, там, обработка информации и так далее. Вот, и, как бы, этот проект, вот, это, скажем так, проект, который занимается low-level, middle-level телефонного этого фреймворка, то есть, грубо говоря, они там преследуют собственные цели, ну, вот, то, о чем я рассказал, то есть, создать фреймворк, фреймворк, который будет работать, в принципе, будет независим. Вот, как бы, в плане того, чем они занимаются, вот, они, значит, решили, что первая версия фреймворка, разработка началась в 2008 году, в середине, по-моему, да. В 2008 году они решили, что в первую очередь мы хотим правильное API. Нам не хочется сделать библиотеку, которую потом программисты скажут, забьют на нее и скажут фейм. На самом деле, просто, у подмоки были попытки там создать UI библиотеку. Кто был в 2007 году, вот тут есть такие, там был доклад про OpenMock, в общем, и товарищи, значит, показывали, вот там был про интерфейс и так далее и тому подобное. В общем, все, что он рассказывал, уже все неправда, на 100%. От того UI фреймворк он уже никому не нужен, значит, те библиотеки, которые там использовались в силу своей завязанности на тот интерфейс оказались снова никому не нужны. И компания OpenMock, причем, пыталась еще в 2008 году сделать на базе Qtopia. Они взяли стандартные X, а GSM, работая с GSM, взял ее из Qtopia. Спустя время оказалось, что комьюнити и это не интересно. Простите, давайте, ну, хотите, какое-то страдание, в принципе, перфекционизмом, вот, в какой-то степени, но товарищи просто говорят, ну, пришло понимание того, что если ты сделаешь что-то неплохо, что-то плохо, проект умрет. Ну, эксперимент с двумя умираниями двух проектов, достаточно больших, показал, что лучше все-таки делать сразу правильно. И товарищи решили, что мы сразу это правильно будем делать на Пайтоне, со всеми вытекающими следствиями, что это очень медленно, но зато, как бы, главное, на что они ничего не хотели, это быстрый дизайн АПИ. Вот, опять же, у помойки там видели, там, в принципе, 128 мегабайт памяти, это, в принципе, достаточно для Плутон. То есть, это не стало страшным, это не страшно свопить. Оно просто медленно реагирует. Вот, в плане реализации всего, ну, FreeSmartphoneWork, как бы, это такой проект, как бы, забыл уточнить, а практический аналог FreeDesktopWork. То есть, FreeDesktopWork, там, набор спецификаций для десктопа, там, и реализация, в общем. А FreeSmartphoneWork, это набор спецификаций и реализации для GSM, ну, для телефонов. В общем, было решено использовать, ну, вообще не через TheBus, TheBus, да, как, ну, достаточно приятный метод для программиста, в первую очередь. Когда у вас, это позволяет, ну, писать сервисы, программы и так далее на совершенно различных языках, там, не зависит от него, а при этом, как бы, это такая high-level, объектно-ориентированная шина. То есть, это уже не, ну, очень серьезное развитие корбы и декопа, который был там, в КДЭ. Вот, такой объектно-ориентированный ИПЦ, то есть, как бы, объектно-ориентированное общение между процессами. Вот, фактически, вот, в Sol, скажем так, на себя смотрит, примерно, таким вот образом, что, то есть, у нас есть но на low-level, вот, такие вот демоны, скажем так, именно те, которые общаются с железом, там, блютуз, GPRS, как бы, самый GSM-демон, вот, connection manager, там, с сетью и так далее. Вот, что вот эти вот все low-level вещи, которые являются фактически ресурсами, и вот фреймворк фактически, написаны были демоны дебасовские для этих вот кори вещей, поверх них помещается, как бы, вот, фреймворк. В принципе, ну, middle-level framework, он находится уже где-то здесь вот. То есть, это PIM, правда, в данный момент до сих пор не дописан, но все-таки. В общем, работать с GSM-ом, с GPS-ом, с самим девайсом, это касательно того, что именно фреймворк берет на себя на работу по тому поводу, что, вот, включается-выключается устройство, изменяется статус батареи, какие там действия нужно сделать, возможно, какие-то коллбеки бросить и так далее. Вот, а на самом верхнем уровне вам уже остается, там, high-level debug interface, вы можете писать на чем угодно, что угодно, как бы, там, красивые вещи, и причем в плане удобства написания, как бы, вам остается написать, что это действительно очень мало, то есть, там, как бы, чуть позже, там, когда, скажем так, middle-level и high-level вплотную занялся проекты США, вот, которые там построили еще выше, грубо говоря, свой фреймворк, у них написание диалера на любом языке, на любой интересующейся в библиотеке занимает 10 срок кода, примерно, грубо говоря, да, то есть, там, надо показать окошко, а все остальное занимается, делают за вас, поднимут звонок, отпустят, там, ацент, эклайн и так далее, все это, как бы, вам помогло. Вот, и, собственно, таким вот high-level фреймворком стал СШ. Ну, с одной стороны, это дистрибутив такой, ну, это не для того, чтобы хоть, ну, пользователям было бросить на сайт, по своей сути, эти товарищи занимаются разработкой high-level фреймворка, но уже ГУИ-оба, то есть, они стараются избавиться, по возможности, от завязанности на ГУИ, или, там, вообще на УИ, там, различные у них, там, есть в мыслях конкурсовский интерфейс, вот, но, как бы, именно, как бы, ну, как бы, они там стараются показать, грубо говоря, вот, какие-то, у нас, в зависимости, различные, в workflow, между, там, сообщениями для смс, там, создание контакта к адресной книгой и так далее. То есть, они, как бы, вот, собираются, стараются делать в таком вот high-level. Примерно так это он выглядит, вот, и примерно, чем он и является. То есть, как я тоже говорил, ФСО, как бы, своей целью ставило независимостью ту и полную, и стараться вообще избавиться от этого общения. Но казалось, что это два уровня, ну, все-таки слишком мало, чтобы программист Вася мог за вечер написать себе новый дайлер, у которого, там, какие-то абстрактные фичи есть, ну, не знаю. Вот. Извиняюсь. В общем, значит, со блок, примерно, как бы, картинка, что себя представляет архитектура СШР в плане вызовов. То есть, у них, грубо говоря, есть... Вот здесь вот они общаются где-то с фреймворком, через дебас API. Вот, как бы... У них есть вот, ну, сам механизм... А в общем, кидзи, это демон, который фактически хендрит все ивенты, вот, от дебаса и так далее, и раздает уже своим, грубо говоря, ну, своим, там, диалеру и так далее, что тебе там нужно сделать, там. Ну, специфично достаточно. А на самом верхнем уровне, грубо говоря, это библиотека, вот, лип фреймворк фонгвей, и, в общем, это, грубо говоря, вот именно та библиотека, которая оставляет для вас, вот, написание, там, вне строк кода, там, диалер и так далее. Именно она, ну, там, биндинги для... Ну, это фактический интерфейс, который вам необходимо реализовать, потом, в частности, чтобы у вас, скажем так, все стало клево. В общем, интерфейс исключительно графический, то есть, показать диалер, там, ну, и что-то в этом роде. Вот. Вот, так, как бы, еще, как бы... Причем тут в Gintu там название было, вот, сам я, вот, фактически, лично моя, как бы, участие в этом проекте, тем, что я занимаюсь портированием этого всего вот софта, который пишется в рамках этого проекта на этот телефон, вот, там, вот, занимаюсь поддержкой кросс-компиляции, в том числе в Gintu. Вот, там, все с этим грустно. Но, вообще, говоря, лично для вас это просто альтернатива. То есть, хотите Debian, пользуйте Debian. Единственное, что, как бы, хочется сказать, я очень не люблю, ну, не понимаю людей, и я очень не понимаю все кастомные дистрибутивы. Любой кастомный дистрибутив под конкретную железку, это всегда зло. Потому что вы не сможете мейнтейнерить все, что захочет пользователь. Никогда. То есть, есть только один шанс, давайте это в AppStream. И если у вас там есть какая-то кастомная наработка, там, и так далее, там, вот, там... Таких вещей, то есть, грубо говоря, мне нравится Gintu, там, нравится вам Debian. Если у вас там есть желание и время, займитесь лучше портированием этого софта в Debian. Если вам нравится NetBSD, займитесь портированием этого туда. В общем, но не надо ползить отдельных дистрибутивов, которые будут только для телефонов, в которых там будет минимум каких-то функционалов, которые там будут мистическим образом совместимые с другими дистрибутивами, а потом на уровне библиотек все равно какой-то день сломаются. Грубо говоря, у меня все?